Друзья мои, в том, что я сейчас вам расскажу, нет ни капли обмана. Если я хоть словом вас обманул, пусть Господь Бог сделает меня самым несчастным человеком в мире. Пусть я всю жизнь буду страдать и отправлюсь прямиком в ад, если я хоть словом вас обманул в своей истории. Пожалуйста, прислушайтесь к тому, что я вам говорю. Потому что это очень важно. Важнее этого в жизни верующего и в жизни простого человека нет. Нет, поверьте, к вам придет вера рано или поздно, но самое позднее, что может с вами случиться, это то, что вера может к вам прийти после жизни. Но там уже будет поздно. Поверьте мне, поздно. Конечно, рассуждение о смерти малоприятное, но для укрепления веры и для веры вообще важнее этой темы нет. В общем, начну с того, что мы с моей женой Мариной, тогда еще она не была мне жена, поехали отдыхать на Азовское море. Было много приятного, хорошего, конечно, но однажды мы пошли с ней прогуляться по городу и попали на городской рынок. Там женщина предлагала людям рисунки на терехной. Мы к ней подошли с Мариной и попросили ее нам изобразить какой-нибудь рисунок Марине на лопатке. Она нарисовала ящерицу, но испортила лапку. Некрасиво нарисовала. Я ее попросил исправить, причем попросил достаточно в корректной форме. Но она сказала, что я исправлять ее не буду, рукой художника движет Бог. И что то, что она нарисовала, это как бы уже законченный рисунок. И если я хочу что-либо иное или исправление, пожалуйста, плати вторую сумму. Мне как бы было это очень неприятно. Я ей сказал, что мы пойдем прогуляемся, вы пока подумайте, посидите, правы вы или нет. Мы вернемся и продолжим разговор. А пока я вам платить не буду. И мы стали отходить. Она стала кричать мне спину, что смерть меня не избегнет, что я в любом случае умру. Что от нее еще никто никогда не уходил. Что я зря так с ней поступаю. Я ей объяснил. Я вас еще не граблю. Я вас деньги не забираю. И я просто вам даю время подумать. Потому что вы не правы. Вы исправьте, я вам заплачу. Как бы работа должна быть. Но, соответственно, работая не каким-то там неправильностью. Мы с Мариной пошли. И пока гуляли, я подумал так, что в принципе какая разница. У нее есть дети, у нее есть семья. Я в любом случае, наверное, денег зарабатывает немного, я ей заплачу. Но, как бы объясню это, что она все-таки не права. Когда мы возвращались, я подошел к ней и сказал ей, давайте вам все-таки возьмите денежку. Она говорит, извини, но уже поздно. Ты умрешь. Просто уже реально поздно. И она так не сказала это немножко с каким-то даже сожалением, что ты извини, парень. Я вижу сейчас, что ты как бы нормальный, но то состояние, которое ее накрыло, когда я ей не заплатил, оно решило мою участь и мою, в принципе, жизнь. Я взял ее руку немножко даже силой, вложил ей в руку деньги. И сказал, ну, если вы не хотите брать, то дети ваши или внуки, они в любом случае этим деньгам будут не против. Дальше мы с Машим и с Мариной пошли в гостиницу. Она мне кричала вслед, что через два дня ты умрешь. Жить тебе два дня. Как бы я раньше особо в это все не верил, не по причине того, что не верил, что этого нет, а по причине того, что верил, что моя сила, моя духовная сила, моя укрепленность в вере, потому что я тогда изучал массу религий, и Коран, и Хагавадгиту, и Библию, и заучивал это все, и знал, что я крепок в вере. И что проклятие касается только тех людей, которые верят в эти проклятия. Но, как оказалось, проклятие касается не только тех, кто в них верит, а всех, кто проклят и живет без защиты, без защиты Господней. Если вы живете по вере, но у вас нет защиты Божьей, как бы это объяснить? Если вы не знаете имя Бога, если вы не знаете Иисуса Христа, если вы ведете достаточно неправедный образ жизни, зная, как многие из верующих, что я покаюсь и мне проститься, знайте, однажды настанет момент, когда покаяться будет поздно, и все те грехи, нераскаянные, которые в вас лежат, они сыграют как цепная реакция во время проклятия, во время этого огромного духовного взрыва и пропасти, которая может коснуться каждого в самый, казалось бы, благополучный и счастливый день. Прошло два дня. Это был самый ужасный день в моей жизни и, наверное, одновременно самый счастливый, потому что после этого дня моя жизнь абсолютно изменилась. Я стал по-другому смотреть на мир, и мне крайне больно теперь смотреть на этот мир. Прошло два дня, мы с Мариной проснулись утром, то есть, точнее, проснулся я. Но я стал вставать и чувствую, что я встаю, а тело мое лежит. Перед глазами образовалась какая-то тонкая-тонкая желтая линия горчичного цвета. Это, наверное, самый ужасный цвет, который может только быть у человека, горчичный цвет. Цвет желтого, перемешанного с черным. Ужасная тонкая линия, больше которой ничего не видать. Меня обуял сумасшедший страх. Появилось такое состояние, как будто я помнил эту линию, я помнил этот цвет, я помнил этот ужас, который уже касался меня когда-то. Касался он меня, как я знал, при рождении. В том состоянии, когда в меня была вселена душа. В том состоянии, когда я обретал жизнь. Это было страшно от того, что я не использовал свою жизнь так, как я ее должен был использовать. Я встаю и наблюдаю за своим телом со стороны. Мое тело трясет, и Марина кричит, Саша, 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 что с тобой? Я не могу ничего сделать. Во мне только сидит ужаснейший страх, который не описать словами. И огромное отчаяние, даже больше страх не за то, что происходит вокруг, а отчаяние от того, что я не сделал в своей жизни. Что я просто умер. Что просто глупо оставил жизнь, свое тело. Мне показалось, может быть, что я сосуд, может, в голове лопнул, может, сердце остановилось. Но я понимал, что это уже не столько важно, сколько важнее то, что я оставил жизнь, и больше я не вернусь. Дальше произошло состояние, что я пытался зацепиться за жизнь. Я пытался напрячься, но каждый раз, когда я напрягался, мое тело тряслось еще больше. Я понял, что мне нужно попробовать выжить. Я пытался лечь рядом с телом. Я пытался как-то силой зацепиться. И тут получилось так, что я встал. Встал не в духовном теле, а встал в физическом. Но я понимал, что мои силы теряются. И происходило так, что я как только расслаблялся, мое физическое тело падало на пол, а душа моя стояла на месте. И я понимал, что я не могу зацепиться за жизнь. Я не могу спасти свое тело. Я понимал, что я умираю. Это страшнее умирания нет ничего. Есть любого умирания. Нет страшнее этого ничего. Это так страшно, когда ты умираешь без веры. Наверное, для верующего, сейчас для меня нет в этом страха. Но тогда я испытывал огромное отчаяние от того, что я не совершил то, для чего я родился. Каждый из нас для чего-то рожден. И вот я цепляюсь за жизнь. В очередной раз я цепляюсь за тело, встаю. Марина держит меня. Саша, Сашенька, что с тобой? Я смотрю на нее, и я не могу ничего сделать. Я понимаю, мне нужно напрячься. И я начинаю хвататься за мебель, за что-то, чтобы удержаться за жизнь. Но мои каждые хватки, которые я хочу, они как будто бы... Я схватаюсь за стол, удержаться за стол, а так держусь, что как будто бы выплески огромной энергии происходят и потеря. И у меня переворачивается стол. Я переворачиваю стол, падаю опять. Все, что на столе стояло, продукты, все было перевернуто. Я опять упал. Марина, она не понимала, что происходит. То меня трясет, я лежу, то еще что-то. Конечно, бедная девочка. Но она как бы через это, она тоже поняла Господа. Для нее это было, конечно, страшно. В дальнейшем я в очередной раз встал, но я понимаю, мне надо как-то держаться. И я подошел к кровати, которая стояла возле окна, и попытался мне облокотиться. Немножко по ней стоял, старался бить, для того, чтобы... Ну, как-то сила, чтобы тело, тело цеплялось за душу. Вот она цепляется только посредством силы и огромного желания выжить. И я подошел к окну. И получилось так, что я понимаю, что я опять падаю. Падаю. То есть, мое тело падает, а душа не может удержаться за тело. И очередной удар я нанес в стекло. Я нанес удар в стекло, и тело в этот момент упало. Причем упало, распоров полностью мне все вены на руке. И я повис в стекле в окне. Как вам может видно, вот все шрамы. То есть, все вены мне были разрезаны. И оголились полностью... В общем, вены все были разрезаны, и кровь сочилась огромными струями. И в тот момент, как будто бы все прошло. И резко я обрел силу, я встал, но я не мог делать никаких осознанных движений. Я стоял на месте и понимал, что у меня по руке стекает кровь, и я просто умираю. Причем я понимал, что жить мне очень-очень мало. И вокруг меня сразу же появилось такое состояние, как будто вокруг меня ангелы. Вокруг меня ангелы, и моя жена, которая сейчас жена Марина, она тоже мне показалась ангелом. Все вокруг мне показалось таким добрым и светлым. А я настолько ничтожным и бедным. Причем абсолютно мне было плохо и тяжело от того, что все, моя жизнь закончена. Я так глупо ее провел. Я так... Я иду просто в какую-то бездну. И по руке стекает кровь. Я потихонечку осознаю, что теряю сознание. И смотрю на Марину. Я ей хочу что-то сказать. Но уже состояние между небом и землей. То, что я вроде и хочу сказать, а понимаю, это уже бессмысленно. И как бы смерть уже вот. И я настолько ничтожен, что даже заговорить с ней, как с ангелом, и как вокруг, вот, все вокруг меня настолько свято, что я настолько ничтожен, что я даже не могу произнести никакого слова. Единственное, что я ей сказал, глядя в глаза, я сказал, смог сказать, произнести. Потому что все равно я был одержим чем-то. Что-то меня сильно держало. Я смог сказать, прости. Прости. Это ужасные слова, это ужасное состояние, которое, друзья мои, которое пережить придется очень многим. И которые, как я, уже никогда не вернутся обратно. Бог. Бог любит вас. Бог. Бог. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Простите... Продолжение следует... 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 что может касаться вас в вечности. Когда вы умрете, ваша жизнь будет вообще без воспоминаний, вы ее забудете сразу. Потому что весь тот страх и ужас, который будет там сконцентрирован на вас, он будет настолько переполнять все ваши воспоминания, желания, как и внимание, что вы о другом ни о чем думать не будете, кроме того, как глупо вы прожили и как бы вы могли изменить свое настоящее существование. В общем, я потерял всю жизнь, я умер, я потерял сознание, отключился на этой лавочке и увидел тот злополучный, не увидел, а полетел по тому черному коридору, про который все говорят. Он существует, это темная пропасть, которая ведет в ад, которая идет в ад, это огромная темная пропасть, в которых нет краев, это даже не туннель, он как бы кажется туннелем, это огромная темная пропасть, без света, без ничего, это тьма, которая просто, ведь это дорога в ад, это пропасть в ад, в которую вы летите, летите с огромным чувством отчаяния, как будто, как будто снова пожизненное заключение, как будто вы уже там были, но согрешив вас опять садят, но уже навряд ли вас коснется условно-посрочное освобождение. Тот ужас, который там переполняет вас, он неисправним ни с чем. Ну, давайте я расскажу вам дальше немножко. Прости, Господи. Когда вы летите по этому коридору, вы обязательно заметите, не дай Бог, не дай Бог вам это заметить, не дай Бог вам пролететь мимо, но, Господи, люди, одумайтесь, прошу вас, друзья мои, подумайте, думайте чаще о смерти. Думать о смерти не значит, навлекать на себя смерть не значит. Думайте о ней чаще, знайте, что в любом случае смерть вас коснется. Она не коснется вас раньше, она не коснется вас позже, она коснется вас именно тогда, когда это будет пора. Не бойтесь думать о смерти. Думайте о ней чаще, молитесь. Чем больше вы о ней думаете, тем больше вы будете духовнее, тем больше Бог вас будет давать вам ту мысль, которая важна. И вот, когда я летел по этому темному коридору, с левой стороны, я увидел маленький туннель. Маленький-маленький туннельчик. Как будто маленькая соточка. Сота. Маленькая сота в огромном улье, в темном огромном улье, которая светилась светом. Это был маленький туннель, в котором, как описывают все люди, там истинно есть свет. Тот самый духовный светлый свет. Когда ты пролетаешь мимо этого туннеля, ощущается огромное блаженство и чистота. Здесь мир лукавого. Здесь мир, не Божий мир. Мир дьявола, в котором мы живем. Здесь Господь, как я понимаю, не в силах помочь неверующим. В силах помочь только верующим. Ибо по вере вашей будет вам. Если верите в Бога, если прячетесь за Него, за Его имя, если молитесь Ему, то Господь вас, конечно же, спасет. Дальше, в общем... Дальше я летел по этому темному коридору и попал в иную жизнь. Это самое страшное, что может коснуться человека. Это настолько ужасная жизнь, друзья мои. Это ужаснейшая жизнь, если можно так назвать. Это жизнь без сна, без смерти, в боли, в мучениях, в одиночестве, в отчаянии, в слезах. В общем, встретил и встретила меня обстановка там, в следующем образом. Я оказался посреди большой комнаты, и вокруг меня стояло очень много людей. Все эти люди говорили только одно. «Ты зачем это сделал? Ты зачем это сделал? Ты зачем это сделал?» И они меня трясли, они меня пытались порвать на разные мелкие кусочки. Они отрывали от меня одежду, они пытались разорвать на мне плоть. И я произнес «Господи, прости! Господи, прости!» И только я открыл глаза, после этой фразы картина сменилась. И вроде все спокойно. Но опять стали подходить какие-то люди. Я смотрю на себя, я уже вроде старше. У меня уже другой возраст. И люди еще злее. И они «Зачем ты это сделал? Зачем ты это сделал?» И они начинают так же рвать меня на куски. Они начинают меня резать. Я произношу «Господи, прости!» И картина опять меняется. Картина меняется, но отчаяние увеличивается. Отчаяние, боль того, что это все бесконечно. Это будет длиться всегда. Это не прекратится. И какие-то люди в каких-то одеждах подходят ко мне и начинают опять «Ты зачем это сделал?» «Ты зачем это сделал?» Они плачут, им плохо. И они на тебе, они винят тебя за все ужасы ихней жизни. Им кажется, что ты виновен во всех их страданиях. И они трясут тебя и пытаются тебя порвать. И я произношу «Господи, прости!» «Господи, прости!» «Господи, прости!» И только там я начал понимать, как важна эта фраза. Почему в церкви говорят постоянно «Господи, помилуй!» «Господи, помилуй!» «Господи, помилуй!» «Господи, помилуй!» Тысячи раз повторяют эту фразу каждый день, потому что это самая важная фраза. Это самая важная фраза в аду. Потому что только вот этой фразой, только этой фразой ты там сможешь хоть немножко облегчить свое страдание. «Господи, прости!» «Господи, прости!» Картины меняются, и когда произносишь «Господи, прости!» вроде немножечко становится легче. Но чем больше произносишь «Господи, прости!» тем сложнее становится произносить эту фразу. И в итоге, когда я абсолютно ослаб, я уже не могу произносить «Господи, прости!» и я оказался в другой комнате. Там я увидел маму, там я увидел близких. Мама у меня еще жива. Но там почему-то там все и мертвые, и живые. Там встречаются души, наверное, всех. Но все те, кто там, они пытаются уничтожить тебя. Нет, это не души там встречаются. Это бесы, обличение бесов. И они обретают разные формы. И людские, и нелюдские. Но самое важное, что ты уже там их спустя совершенно маленькое время уже их не боишься. И боль, которую они стараются тебе причинить, тебе уже не страшна. Боль в сердце, отчаяния и одиночества, от того, что как тебе здесь больно и страшно. Как ты одинок и как глуп. И как ты хотел бы рассказать своим близким, которые сейчас на земле, о том, что они могут пережить, о том, куда они идут. Вот это состояние в сердце, мучительная боль, именно она не дает возможности успокоиться. И с каждой секундой ты держишься за голову, и с каждой долей секунды понимаешь, насколько страшно это все, насколько это ужасно, и что это будет длиться еще вечности. И с каждой секундой все страшнее и страшнее. Ух, это страх, это неимоверный страх. Это, это не писать. Не зря доктора говорят, всяких наук и профессора, что наш мозг работает на 3-5%. Мозг реально работает на 3-5%. Но там он работает на 100%. И все эти 100% работы мозга, они сконцентрированы на ошибке, которую совершил человек. И на том ужасе, который он там переживает. Это настолько страшно. И каждой долей секунды страх растет. И его никак не остановить. Останавливается настолько страшно. настолько невыносимо и ужасно, что вот так тебя вот просто, я не знаю, это не объяснить. Это не объяснить никогда словами. И не дай бог это пережить кому-то. Это, друзья, лучше не рисковать. Это самый ужасный риск, который мы идем. Авось. Авось. Там будет нормально. Не будет. Не будет же там нормально. Никогда, если человек живет неправильной жизнью. Мы сюда пришли неспроста. Мы потеряли свой духовный уровень и духовный мир. Мы живем на ужасной жизни. Мы ужаснейшие. Тем более сейчас. Когда такие дела творятся в мире, антихристианские движения, они уничтожают вообще уже полностью этот мир. и вот настала такая картина, когда я уже не выносил боли, но я решил, что я буду терпеть. И я умру. Я хочу умереть. Но умереть там так сложно. Тебя никто не пытается убить сразу. Тебя начинают рвать на куски. Это боль невыносимая, но та боль в сердце, она перекрывает эту боль и становится немногим. та боль легче физическая. В итоге физическая боль вообще теряет свое какое-то свою болезненность. И я помню то состояние, когда я лежу на полу, меня разрывают на куски, режут, колют. Я не знаю, что делают, но мне больно очень, конечно же, больно. Мне страшно это. И я помню, я лежу, они меня рвут. И я помню, у меня льются слезы. Такие горькие, горькие слезы. Слезы от того, что мои близкие летят туда же. Мои близкие в своей жизни идут туда же. Даже не от того, что я настолько грешен и ошибся. От того, что я не смогу никому донести ту же сытую боль, которая там ждет грешника. И они меня рвут на куски. Я помню, скрежет зубов, которые мне больно, меня скрежет зубы, и я плачу. В дальнейшем я прочитал в Библии об этом, что там будет слышен только плач и скрежет зубов. Но в Библии не указано, чей плач. Свой собственный. Только свой собственный плач и скрежет зубов от боя. И вот когда я уже лежал, потом я увидел обстановку, что я как будто бы посреди пустыни. И вот лежит моя плоть обглоданная, обкусанная, ужаснейшая плоть, ради которой мы живем на этой земле. и людей уже нет. А есть только черви, которые живут у меня. Черви. Много-много червей, которые едят мою плоть и не дают мне умереть. Как будто бы они едят плоть, но не задевают жизненно важных органов, для того, чтобы я мучился до самого максимального конца. Но, Господи, прости, я уже не мог произнести, потому что, во-первых, я понимал, что это изменит на картину еще более худшую, а во-вторых, мне хотелось смерти, и я ждал, когда они меня сожрут. Я надеялся умереть и упокоиться. И тут, наконец, я вроде бы как умер, но это смерть моя, и этот покой длился сотых миллионов доли секунды, и новая картина. Опять ужас, опять смерть. И тут я замолился, я говорю, Господи, прости, Господи, прости, Боже, дай мне жизнь, я прошу Тебя, дай мне жизнь, дай мне жизнь, дай мне жизнь без рук, без ног, без тела, оставь мне только голову, чтобы я мог людям вещать о Тебе, чтобы я мог спасти как можно больше людей, только прошу Тебя, не забирай у меня память того, что я вижу здесь. Господи, верни меня обратно, пожалуйста, Боже, Ты же видишь мое сердце, Ты же видишь, что я не настолько грешен, чтобы так взять и умереть. Почему, Боже, Ты меня вел к этой жизни, Ты воспитывал меня духовно для того, чтобы я просто закончил вечность свою в аду, Боже, верни меня, прошу Тебя, Господи, и я стал молиться неистово. И в итоге я произношу, когда мне было еще больнее, я молился, меня рвали на куски, я говорю, Господи, прости. И тут меняется картина, и я вижу машину скорой помощи, вокруг люди. Сперва мне показалось, что это очередная картина ада, но, как я понял, в итоге, что это уже не ад. Это больница, ой, не больница, это машина, в которую мы едем, вокруг врачи, Марина. И я говорю, люди, Мариночка, говорю, молись, девочка моя. Я никогда об этом не говорил. Я всегда раньше рассуждал так, что вера, это дело каждого, ее нельзя никому навязывать. Я не навязываю, вас призывают, друзья мои, отдумайтесь, страшнее этого нет. У меня сердце болит. Болит настолько, что я не знаю, как объяснить. Я смотрю на молодежь, которая растет, она растет именно уже с каким-то осознанием зла, прямого зла. Молодежь идет абсолютно не туда. И родители этому потакают. И вот в машине скорой помощи я Марине говорю и врача, говорю, люди, Мариночка, меня Господь, наверное, ненадолго отпустил сюда, но ты помни, надо молиться, молись, помни, что важнее Бога нет никого, важнее веры нет ничего. Молись всегда, молись каждую секунду в своем сердце. Помни всегда, что Бог любит тебя, Бог всегда рядом, Он страшнее ада, страшнее смерти, нет ничего. Я все ожидал в этот момент, что я сейчас умру. Но я чем больше говорил, тем больше я понимал, что Господь оставил меня жить. Когда меня привезли в больницу, мне стали перевязывать руку и там были пожилые женщины. Я им говорю, бабушки, говорю, вы Бога верите, молитесь. Они мне, хватит причитать, но что такое? Я говорю, бабулечки, ну разве, я похож на какого-то там ненормального? Я никакой не сектант, я никакой не псих, я просто, говорю, только что был там, куда вам совсем скоро придется, не дай Бог, попасть. У вас возраст, вам по 70 лет, прошу вас, молитесь, верьте в Бога, помните Его. Это очень важно. Они мне, конечно же, немножко пооскорбляли, сказали, что я ненормальный, что давай, вот лежи спокойнее, когда, а то сейчас и руку тебе ампутируем. В итоге пришли врачи и сообщили мне, что я слишком долго пролежал, рука была перетянута, слишком долго, более двух часов, поэтому, они еще посмотрели, что у меня все вены были перерезаны и ушли под кожу. То есть, сшить их было уже невозможно. Их надо было делать, пересадку вены, с какой, ну, пересадку надо было делать вен. В деревенской больнице таких операций не делали. И мне сообщили, что только через 3 часа, минимум через 4, если мы вызовем за деньги платного доктора с другой больницы, с крупной, там, какого-то города, он приедет сюда со своими помощниками, тогда может быть. И то они это сделали, не знаю, с какой точки зрения, но они были уверены, что руку не отрежут. Сказали, что операция эта будет стоить 300 долларов, что давай. Я говорю, ребята, говорю, если честно, мне уже не важно, выживет моя рука или нет. Я говорю, мне все равно. Ну, говорю, ну, конечно, если есть такая возможность, зовите врача, зовите этого доктора, пускай делает. Я говорю, ну, знаете, блажений в жизни верующего нет ничего. Молитесь, любите Бога. Но в этой больнице, как странно, или как не странно, не оказалось, ни одного верующего, наверное, кроме одного человека, о котором я сейчас в дальнейшем расскажу. Приехал врач, через 3 часа, я уже около 5 часов лежал с перетянутыми венами, рука уже была абсолютно синяя. Через 4 часа приехали врачи, ну, может, через 3. На жгутах я уже находился около 5 часов. Иногда мне ослабляли вены, чтобы немножко хотя бы пустить кровь. Но врачи были настроены очень скептически. И уже даже Марине сообщили, что 99% что руку не ампутируют. В общем, хочу в этом, именно в этой части сказать только о том, что Господь нас очень любит. Если Он нас оставляет на этом земле, то, скорее всего, Он нам оставит и руки, и ноги. В общем, врачи после того, как сделали мне операцию, пришли утром ко мне в палату и сообщили, что, ну, 99% что рука не приживет. Я им говорил, что если Господь Бог оставил меня жить, то я уверен, что и руку Он мне тоже сохранит. Конечно, они смотрели на это немножко так. Никак. Первые 2 дня у меня не прощупывался ни пульс, ничего. Они все ждали, когда у меня начнется какая-нибудь необратимая реакция, как ее назвать, в руке, чтобы можно было ее ампутировать. Но на третий день у меня зашевелился мизинец, и на сегодняшний день вся рука спокойненько у меня функционирует. Слава Богу. На этом злоплечения мои не закончились. Я был одержим дьяволом, он оставался во мне, и он начал мучить меня. Мало того, что я не мог прочитать Библию, я не мог до нее даже дотронуться. Я попросил Марину принести мне Библию, но мне было особое нежелание, я даже не могу, она меня испугала. Меня испугала Библия, и меня испугало то состояние, как так? Почему? В общем, я не буду вдаваться в эти все мелочи, я скажу так, я не спал три дня. На третий день, это был субботний вечер, суббота, вечер, я не сплю, и у меня в палате лежал дедушка. Он читал Библию. Вообще, забегаю вперед, ночью мне дедушка стал храпеть, и мне стало особое состояние неприятности этого храпа, и я подошел к нему и говорю, дедуль, извини, конечно, но я перейду в другую палату, потому что, ну что-то я не могу, ты так храпишься, я не могу, хотя я реагировал в общем на храп не слишком негативно, мне было как бы особо все равно, но тут я вышел от дедушки, видать, он меня держал все эти три дня своей верой, потому что он верил в Бога, он читал Библию, и когда я только ушел от него в другую палату, я перелег в темноте, один там никого не было, и во мне разлучал дикий, дикий смех, ужасный смех, зловещий, наверное, все-таки фильмы ужасов откуда-то люди берут вот эти вот страхи из фильмов ужасов, потому что то, что я там слышал, я слышал гораздо страшнее, но это страшный смех, и я встал и думаю, пойду погуляю по коридору, может это пройдет, и я стал идти по коридору и осознавать, что из шести шагов, в которых я иду, два моих, и я ужаснулся тому, что не я иду, и я садился на корточки, я вставал, я пытался это состояние в себе побороть, но я не мог, и я понял, что это опять одержимость, что это истинная одержимость, та, которая вот на самом деле убивает людей, и я смотрел на окно и понимал, что мне все, и он меня убьет, если сейчас это состояние одержимости будет давлеть надо мной абсолютно, то он меня выкинет в окно, либо утопит где-нибудь в простом умывальнике, и а мне так не хотелось обратно, я так не хотел умирать, и я взмолился, говорю, Господи, что мне делать, и я начал молиться, предпитался прочитать отче наш, а вместо отче наш, я произносил всякую несуразицу, я не мог произнести языков вообще молитву, и я напугался, у меня волосы стали дыбом на голове, и я понял, что все, я прилег, но в том состоянии настолько испугался этого, что я лег и говорю ему, говорю, давай как-нибудь может найдем общий язык, может договоримся, конечно, это был грех, но ужасное состояние, а он начал громко смеяться и говорить, ты утром сдохнешь, и этот ужасный смех, и я встал, и я понимаю, Господи, Боже, что делать, я пошел, это уже было 4 часа утра, разбудил дедушку, говорю, дедунь, прости, пожалуйста, я говорю, ты истинно, искренне веришь в Иисуса Христа, он говорит, да, помолись за меня, я говорю, он не дьявол, я говорю, умирает, все, и он начал молиться за меня, он начал молиться за меня, и меня начало трясти, очень-очень сильно трясти на койке, и я уснул, я уснул минут, наверное, на 10, даже не знаю, на сколько я уснул, но мне с ним сразу приснился сон, трехэтажное здание, я стою на первом этаже, и там все мои знакомые, близкие люди, люди, которые просто живут жизнью, и они говорят, иди отсюда, иди, тебе здесь не место, иди на второй, иди там наверх, я поднимаюсь наверх, там второй этаж, там все мои знакомые, которые, некоторые есть, которые болеют, там неизлечивыми заболеваниями, или еще чем-то, и они мне тоже говорят, иди, иди отсюда, тебе здесь не место, я поднимаюсь наверх, а там все те, кто умерли, Но они просто умерли Они в ужасном состоянии Им очень страшно и больно И я проснулся Я проснулся в ужаснейшем страхе И я понял, что дедушка за меня молился Мне было легче И я начал звонить всем Я никогда в жизни никому не жаловался на жизнь Я никогда в жизни никому никогда не звонил Не говорил, что мне плохо И до сих пор так не делаю Но в тот день я позвонил всем Я позвонил друзьям Я позвонил маме Я позвонил тете, братьям Я позвонил всем и сказал Люди, молитесь за меня Я умираю Друзья мои, родственники Я говорю, Бог есть, Он любит нас Но я умираю Нужно за меня молиться Я говорю, мне очень плохо Они, конечно, все удивлены были моим изменением Потому что я вел немножко другой образ жизни на тот момент Но я их просил молиться за меня Потому что я понимал, что все Уже из шести, наверное, шагов Из пяти я чувствовал всего лишь один И тут я позвонил маме Я говорю, мамуль Я говорю, все, умираю Мама, конечно, я никогда бы в жизни такой маме не сказал Но я звонил, как будто бы прощаться Звонил папе Я понимал, что я умираю Мама по сей день не понимает меня Она думает, что... Она мне до сих пор говорит Ты подумай, какого было мне матери Но кому я мог в тот день обратиться Как не к матери? Как не к маме своей? Прости, мамуль Но То, что я в тот день пережил Было страшнее всего Прости меня, мамочка В общем Все за меня молились Но я понимал, что мне становится все хуже и хуже И дедушка мне говорит Говорит, тут у нас в деревне есть церковь В этой церкви сегодня служба Это было воскресенье, утро Говорит, там будет священник Александр Александрович его зовут Говорит Попробуй к нему обратиться Он может помочь тебе А я понимал, что мне нужно хоть что Я позвонил маме, говорю Мамуль, посмотри, там бабки Там всякие, там хоть кто Говорит, ну кто изгоняет эту нечисть Говорит, мне плохо Я понимал, что до старцев я не доберусь Потому что старцы все находятся далеко В Киеве, там еще где-то Я думал, я не доеду Если бы я ехал даже в такси Я понимал, что через час, через два Он полностью будет владеть надо мной Таксист подумает, что я ненормальный Если я начну на него кидаться И выкинет меня из машины Я точно умру сам, один и без помощи И я уже, когда мы доехали до этой церкви Слава Богу, слава Господу Мы подъехали к церкви И в воротах стоял человек Я подхожу к нему, говорю Я еле шел уже, я не мог идти Мне было очень-очень плохо Я подошел к нему, говорю Мне нужен Александр Александрович Он говорит, это я Я заплакал, я упал, я плакал Я говорю, помогите мне Во мне дело Он говорит, меня пытаются убить Я говорю, все, я уже умираю Меня уже ничего не спасет, я не знаю Но мне плохо Говорю, пожалуйста, помогите мне Он мне сказал, что я не смогу помочь тебе Но я знаю того, кто может помочь тебе Иисуса Христа Они завели меня в церковь Еще утро было, еще раннее Часов 8 утра Великая служба не началась Они меня завели в церковь Начали за меня молиться И я стал громко-громко реветь Я стал плакать и биться о пол Меня начало так трясти Но с каждым трясом С каждым вот этим вот скриком Я понимал, что мне становится все легче и легче Они молились за меня Их не слова лились Как какая-то божественная благодать Я плакал горькими слезами И в итоге настал момент покаяния Вся моя жизнь пролежала перед глазами Каждый мой грех Все мои дела У меня тогда был ломбард Я понимал, что это все скупка краденого Это все плохо Что я занимаюсь очень плохим делом Я плакал, я ревел, я каялся Я понял в тот момент, что такое покаяние Что покаяние, это очень сложно Это очень сложно Многие думают, я согрешу, пойду покаюсь И пойду в рай Вы не представляете, насколько сложно покаяние Покаяние, это разорвать Хочется себя изнутри полностью Это хочется плакать И никогда в жизни не совершать эти грехи Это настолько невообразимое состояние души Когда ты готов себя распять на кресте За каждый свой грех За каждую свою ошибку Когда ты понимаешь самую малейшую свою ошибку Как глубочайший вселенский грех Я каялся, я плакал И мне было все лучше и одновременно хуже От того, насколько я понимал свою греховность Длилось это долго Потом у них началась церковь служба Для многих людей то, что молодой человек на полу Плачет, ревет и рвет на себе волосы Было, конечно же, особенным днем И особым знаком Но для меня это было еще более особо идеально Дальше Я уже лежал на полу Мне не хотелось вставать Я плакал Мне было легко-легко Я понимал, что та нечисть, которая была во мне Она покинула меня И вдруг в начале церкви В дверях Я увидел высокую фигуру Я знаю, что это был Иисус Христос Я лежал на полу И он подошел ко мне Он плакал У него текли слезы Он подошел, сел ко мне Также на колени Обнял меня И сказал Плача И нежно-нежно обнимая Я его тоже обнял Он мне сказал Представь, как сложно Попасть ко мне Как сложно И он плакал Он понимал, как ему одиноко Для его славы в глазах Было даже особое одиночество Потому что все его дети Все его Все его любимые Мы все любимые Бога Идут мимо Идут в ад Друзья мои Иисус Христос Более реален даже, чем мы с вами Он очень любит нас Господь всегда рядом с нами Но та стена греховности Которую мы выстраиваем Между собой и Господом Оставаясь наедине с лукавым Заставляет Нас страдать Она оставляет нас одних Одних В этом ужасном мире Вы должны любить Бога Вы должны рушить эти стены Дьявольские Вы должны быть всегда рядом с Ним Не для того, чтобы быть правильным Или каким-то там Набожным В чьих-то глазах Вы должны понимать Что Вы Идете Пропасть Что вам нужно спастись Что Бог любит вас Что Он ждет вас Что жизнь после смерти Существует Их разве так сложно Верить и любить Бога Это же очень легко Но поверьте Бог есть И после смерти Неверующему Будет очень тяжело Все уверуют Каждый будет жить с Богом Каждый уверует Но кто-то поверит в Бога просто И будет произносить Господи прости И Господь будет максимально в силах Только поменять Его участь Но никак не лишить Его страдания Потому что там правит Как и в этом мире Правит Сатана Ибо за кем мы идем в этом мире Затем мы пойдем и в том мире Поэтому, друзья мои Я прошу вас понять Что каким бы вы не были Колдуном и греховным Вам никогда Не будет уготовано Тепленькое место в аду Всем там уготовано Место Абсолютно Неприятное Друзья мои Еще раз повторю Я ни слова вас не обманул Я ни слова не выдумал Я прошу Бога Если Он Если я хоть слово вас обманул Наказать меня Я думаю Такие слова Как я сегодня вам произнес Не произнесет Ни один атеист Ни один неверующий Не скажет того Чтобы Господь сделал из него Самого несчастного Самого недостойного Самого больного Самого прокаженного человека На земле Если он хоть словом обманет Не один не скажет А я вам говорю Друзья Если я хоть слово обманул Пускай Бог дано пошлет на меня Самые Ужасные несчастья Которые только есть Поверьте мне Друзья Я не боюсь Эти слова произносить Потому что я Это все стоит у меня Перед глазами Это было Наиво Это было реально Это переживают Все те Кто покинул этот мир Не в церкви Но большинство Переживают И молятся Только об одном Чтобы вы Ихние дети Внуки Сыновья Не попали туда Да благословит вас Господь Услышать то Что я вам сказал Задуматься об этом И никогда Никогда Не оставлять Осознание Смерти Всегда помнить о том Что вы умрете Никогда не забывайте Что придет ваш час Завтра Сегодня Или сию секунду Нужно Не бояться этого Нужно всегда Быть к этому готовым Ведь это так глупо Держаться за жизнь За жизнь Которой вы В любом случае Лишитесь Жизнь это как сон Сон Который в любом случае Прекратится Ну разве Во сне Вы держитесь За материальное Вы держитесь За благополучие Плоти Нет Во сне Вы максимум Что хотите Когда вы осознаете Свой сон Это Взять то Что вы из него Сможете унести Это любовь Это чувство радости Это чувство Нежности Это какие-то знания Это все Что вы можете Унести из сна Также помните Из своей жизни Вы не унесете Больше Чем уносите из сна Сон Это нам каждый день Знак того Что мы каждый день Умираем Возвращаясь из сна В жизнь Каждый день Мы умираем Просыпаясь Каждый день Мы оставляем Жизнь сна И возвращаемся В жизнь Земную Это каждый день Нам Господь Пытается дать Понять Что мы Точно так же Покинем жизнь Земную И окажемся В жизни В мире ином Помните Друзья Помните Всегда Это И Никогда Не оставляйте На завтра То Что можно Сделать Сегодня Ибо Завтрашний день Вам никто Не гарантирует Я люблю Вас С Богом И да Благословит Вас Господь Спасибо С Богом Продолжение следует...